Как настроен Европарламент по отношению к Украине? О росте цен на нефть, а также о том, сколько теряют крупные банки на судебных издержках. В сегодняшнем выпуске здравствуйте! Вчера состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. Шульц подтвердил, что Европарламент предоставляет дальнейшую поддержку Украине в предоставлении безвизового режима. Рассмотрение законодательного предложения Европейской комиссии по либерализации визового режима с Украиной в Европейском парламенте начнется уже завтра. Мы сделаем все возможное для скорейшего завершения этого процесса. Именно так отметил Шульц. Президент Украины призвал сторону Евросоюза к справедливому рассмотрению вопроса о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в зону Союза. Порошенко и Шульц договорились также продолжать координацию действий по актуальным вопросам взаимодействия между Украиной и Союзом в рамках политических консультаций более высокого уровня 27 июня уже в Брюсселе. Все банки Европы спускают треть своей чистой прибыли на суды. Об этом сообщил Европейский Центробанк. Например, для таких крупных банков, как Deutsche Bank, UBS и Lloyds траты на судебные сдержки за период с 2008 по 2015 год были больше, чем их чистый доход. Это может свидетельствовать о дальнейшем давлении на прибыльность банков и на способность накопления внутреннего капитала, говорится в отчете Европейского Центрального банка. По данным лондонской биржи, нефть марки Brent впервые с ноября прошлого года достигла своей максимальной отметки в 50 долларов и 8 центов. Максимальная цена сделки с июльским фьючерсом на нефть марки VTI тоже поднялась до максимума и достигла значения в 49 долларов и 88 центов за баррель. Именно об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Повышение цен на нефтяные фьючерсы вызвано опубликованными накануне данными о существенном сокращении в США запасов сырой нефти и производных энергоносителей. На этом наш выпуск подошел к концу. Хорошего вам настроения и до завтра!